здравствуйте все вы на канале творческий сундучок с вами татьяна продолжаю работу начатую в предыдущем видео вы помните я нашивала лоскутики в технике crazy квилд на ткань со сторонами 22 на 22 в процессе шитья произошла незначительная усадка я вырезала вот такой шаблон стороны шаблона 21 на 21 и по нему выровняла все блоки я разложила квадратики вот таким образом и сейчас мне квадратики надо будет сшивать между собой сшивать я начну по короткой стороне по длину у меня 8 квадратов по ширине 5 квадратов я считаю что будет удобнее сшивать по короткой стороне и для начала я квадратики соберу в столбике каждую полосу отдельно вот квадратики я собрала в столбике чтобы полосы не перепутать я их пронумеровала вот девочки я соединила квадраты в поперечные полосы швы загладила на одну сторону и теперь эти полосы я буду соединять между собой номерочки я эти пока не убираю однажды у меня был печальный опыт когда я поспешила убрать номерочки и перепутала стороны квадрата поэтому их потерпим для удобства сшивания я буду соединять полосы попарно сначала 1 2 между собой 3 4 и потом их соединю вместе точно так же я поступлю со второй половиной ткань для нижней стороны одеяла я закрепила на полу с помощью малярного скотча размер стандартного одеяла 140 на 205 у меня будет несколько короче я ориентируюсь на длину своей кровати на нижнюю сторону одеяла настелила синтепон и сверху положил свою заготовку из блоков это вот центральная часть одеяла и определилась что со всех сторон у меня ровно 20 сантиметров такой ширины мне нужно кайма для каймы я приготовила однотонную полоску сиреневой ткани шириной 6 сантиметров и нашила вот такую широкую полосу шириной 17 сантиметров и сначала к основной детали верха я пришью узкую полоску затем широкую наборную полоску я пришиваю сначала к длинным боковым сторонам заготовки и потом уже верхние и нижние срезы точно так же скалываю часто и под машинку и так кайма пришита сэндвич наш готов и впереди нас ожидает стежка но прежде чем начать стегать надо соединить все три слоя булавочками или же сметать я буду сметывать мне это нравится больше считаю что так надежнее но это кому как нравится стегать одеяло я начала середины это такой классический ход хотя при такой плотной сметки думаю что это не играет роли у меня на канале есть видео одеяло из футболок там я начала стегать с краев так мне было удобно и результат получился безупречный кому интересно зайдите на канал видео называется приятный результат одеяла из футболок при ручной стежке одеяло получается воздушным не прибитым плотной машинной строчкой считаю что машинная строчка уместно при стежке покрывал показываю как я начинаю стежку последний стежок у меня закончился вот он нет вот и мне надо вывести иглу вот в этом месте то есть у меня закончилась нитка и я начинаю с новой ниточкой я ввожу иглу подальше от место где мне надо вывести иглу подтягиваю нить дожидаюсь когда спрячется кончик кончик спрятался и и теперь я делаю маленький сар шажок назад затем провожу наискосок к нижнему слою там у меня дожидается мой указательный палец я делаю небольшой щипок на пальцы при этом подхватываю нижнюю ткань и вывожу иглу примерно в двух сантиметрах ну чуть больше чуть меньше ну не больше полтора-два сантиметра и посмотрите я тяну за нить она закрепилась то есть никаких узлов у нас здесь нет они портят вид их надо прятать вот такой способ мне нравится затем я дальше продолжаю шить делаю опять маленький стежок назад вывожу иглу наискосок к пальцу которую меня внизу и прихватив чуть-чуть нижнюю ткань и опять вывожу иглу наверх таким образом я продолжаю шить до конца это называется бисерный стежок или бисерная строчка в общем что-то бисерная вот при такой стежке ваша нить никогда не будет гулять свободно если вы за нее потянете она у вас не вылезет вот таким образом я продолжаю шить дальше так девочки могут возникнуть вопросы какими нитками я стягаю у меня нашлась вот такая катушка зеленого цвета нитки подходящие по цвету это нитки советского производства номер 10 они крепкие и поэтому я их использую и поэтому я их использую не даже палец заболел поэтому я их использую в одну нить вот слышала что в комментариях писали что нитки со временем решают ну вот у меня такая возрастная катушка вы наверное почувствовали что нить крепкая видимо все таки зависит от того в каких условиях они хранятся конечно если помещение сыроватое они будут ветшать они будут гнить его девочки я подхожу концу строчки и показываю как я заканчиваю крайний стежок делаю шажок назад также и вывожу иглу подальше все отрезаю ниточку ну вот я закончила стежку и убрала на живульку в центральной части одеяла оставила только на кайме и сейчас я буду выравнивать края одеяла будущего и сделаю окантовку но вот у меня есть еще такая мысль может быть надо добавить стежку по диагонали однотонных квадратов и выделить центральный лоскутик цветных квадратов или оставить так напишите пожалуйста ваше мнение я к ним прислушаюсь для окантовки я вырезала полоски ткани шириной 11 сантиметров приколола с изнаночной стороны конец полосочки я заверну вот таким образом и проложу здесь строчку после этого я это заверну на лицевую сторону вот таким образом и закреплю потайными стежками вот так выглядит окантовка окантовка подшитая потайными стежками буквально вчера в комментариях ольга логинова меня спросила почему я не показываю заднюю сторону одеяла пообещала что сегодня покажу правда она спрашивала про одеяло из футболок и вот показываю заднюю сторону одеяла она выполнена из пододеяльника давно забытого он мне не нравился лежал самом низу под другими пододеяльниками ну а теперь вот вышел в свет его будут оберегать другие пододеяльники ну а так выглядит одеяло с лицевой стороны сначала он мне не нравился но в процессе работы все больше и больше стал нравиться дело в том что задумка то у меня была совсем другая мне хотелось сделать в стиле прованс в цветах прованс но меня не хватило сиреневой ткани но пододеяльник выручил и вы видите результат если он вам понравился ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые работы я с вами прощаюсь до скорой встречи